Сегодня 11 июля 2015 года. Лагерь Стан, детский православный. Вот приехали корреспонденты, Рео новости с Геоагентства. Сегодня молитва. Так, кухонные работники даже стоят здесь. Нет, там женщина говорит. Отче всех натя, Господи, уповая, ты даешь ей тищу во благоволение, отверзайше ты щедрую руку твою, исполняешь всякое животное, благоволение. Отче наш, иже, если на небесе, засветится имя Твое, да кредит царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же, и мы оставляем влажняком нашим, и не веди нас в искушение, но и ввави нас от лука вагон, ибо Твое истарство, сила и слава вовеки. Аминь. И слава Твое, Сыны, и слава вовеки. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови за молитвы при чистке Матери всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Убери, отдай, кто хозяин. А на луне, это не место для хранения. На скамейку положи пока. На скамейку. Так, у нас всегда начинается с того, что кто приезжал, приехали новые гости, то есть знакомые, незнакомые, вы выйдете сюда все. Вчера кто приехал? И вы тоже подойдите. Я с вас начну. Значит, вопросы задаются. Кто вы, откуда, фамилия, имя, ваш возраст, специальность, чтобы дети знали. Назовитесь. Это Андрей Сопран, фотограф, Новосибирск. Какое общество там можно... Огентство Гео. Так, представьтесь, громче только. Александр Пляжев, тоже Новосибирск, Одесса Турья Новости. Слышали? Все свободны, делайте что-то. Так, подойдите поближе. Так, а еще не вижу сестры, которые не выходили. А вот, с той стороны. Ага, так, говорите. Борис Физулов, Барнаул. Не надо обязательно. Барнаул. Возраст ваш, специальность. 31 год, преподаватель, физика, математика. Так, следующее. Сергей Плащ-Пупков, постоянный волонтер детско-православного лагеря, дрессировщик собак. Сколько лет? Дрессировщик собак, профессионал. Собака его, чемпион России. С нами проехала 117 тысяч километров. От Тихого до Атлантического океана. Самый знаменитый пес. Ни одна собака в мире не была на благовестие. Прошла Скандинавию, Прибалтику. Плюс к тому. Турцию. Купалась во всех морях, какие были. И нынче опять отправляется. Северная поездка будет. Начиная с Мурманска. Становись. Вот перед вами человек. Кажется, совсем незначительное дело. А его не вставишь в обыкновенные рамки. Пожалуйста. Яковлевик Виктор Андреевич, член Крестово-Звиженской общины. Работа, возраст. Врач, кровевая больница. 68. Становись. Пожалуйста. А Уфимова Людмила Степановна, член Крестово-Звиженской общины. Сколько лет? 23 года, как уверовала. Возраст? А, 65 лет. Специальность. Специальность? Ну, я не знаю. Финансист. Все. Следующее. Капустина Татьяна Кузьминична, член Крестово-Звиженской общины. Работала здесь, в лагере, на кухне. Сегодня приехала помочь. До пенсии кем работала? В техникуме работала. Преподаватель. Следующее. Киняйкина Елена Валерьевна. 40 лет. Курат на Волтай. Поглашенная. Тут голосок такой пикер не расслышал. Сколько лет? Ну, что, слышал. Поняли, как хотя бы звать? Да. Кринчург Александра Михайловна, 75 лет, член Крестово-Звиженской общины. Возраст? Всем работала? 75 лет. Ой, всем тем я только не работала. Трудилась его, слава Богу. Ну, вот кто у нас есть. Это для детей необходимо просто, чтобы вы знали как. Вы знаете, я говорил, что никому к посторонним, все посторонние для нас. Все. Кроме ваших родителей, начальников лагеря и воспитателей. Даже рабочие лагеря для нас посторонние. Они наняты и уехали. Никому не подходить, не разговаривать и не отвечать ни на какие вопросы. Это написано в уставе. Уже подходили к фотографам. Зачем подходите? Кто подходил? Выйди сюда. Кто на разговоры шел? Зачем ты это сделал? Видите, ответ какой у него. Что у тебя за сумка? Просто сумка. Ты ответь на один вопрос. Зачем ты подходил? Ты знал, что в уставе написано? Нет. Зачем? Вот заметьте, как грех замыкает уста. И по любому вопросу грех замыкает, не дает двигаться вперед. Нет свидетельства. Неспокойная совесть. Ты только что вчера был наказан. Это не сегодня только. Вот брат его, попутно сказать. Выйди, Нестор. Родной брат его. Он выдвинулся. Теперь он начальник на всеми детьми, на такими, которые выше его. Почему? В нем проявилось четвертое качество лидера. Решимость. У качества лидера любого шесть. Первое воображение. Второе знание. Третье умение. Четвертое решительность. Пятое беспощадность. И шестое воображение. Привлекательность. 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 Беспощадность к разгильдяйству. Ко всему, что меняет ход жизни. Сказал, не выдержал слова. Отошел. Не имею больше с ним дела. Однажды Марк, евангелист, отстал дорогой. Мы не знаем причину. Может, к мамке захотел домой. Тоскует его. Ностальгия. И когда он в следующий раз решил пойти, апостол Павел отрезал. Нет. Но у него равно и дядя Варнава. Они с Варнавой друзья. Рушится дружба между двумя великими людьми. Павел на это не пошел. Нет. Но церковь толкует так. В этом было правительство. Бог увидел. Два светильника в одном месте. Слишком богато. Тот избирает. Павел избирает силу. А этот со своим племянником пошел в другую сторону. Но это в деле проповеди. Обычно так. Нес, носилки бросил. Носилки один не носит. Это его брат. Тебе сколько лет? Девять. Тебе? Тринадцать. Вот так. Ты будешь награжден. А ты будешь наказан. А как, я подумаю потом. Сегодня мне не до этого. Но наказан будет обязательно. Будешь где-то сегодня сидеть. Никому человеку не подойдешь. Откроешь келью. Может, до обеда будешь сидеть. Запомни это. Один. Так, вопросы? Нет. А, знаете, девочки, коровы идут. Корова. Мы выходим и приветствуем пастухов. Посмотрите, как это делается. Все выходите. Посмотрите. Потом встанем на место. Приветствуем, коровы. Дядь, на улице. Так, вперед не заезжайте. Вперед не заходите, Игнатьевич, мне стоп. Давайте, вот сюда. Выходите поближе. Я выхожу поближе. А вы за мной можете показать. Подробно, у вас не касается. Куда угодно заходите. И откуда угодно заходите. И он пойдет, мы его попозриведуем. Да, у него звать Иеремия. Доброе утро, Иеремия. Просречи всем хором. Это Иеремия. Все вместе прокрещим доброе утро, Иеремия. Такой закон у нас. Потому что они работники. Это валюта потеряевки. Это молочники. Это сливки. Это масло. Это сыр. Они сами делают и продают. Мясо удивительное свойство имеет. Когда покупают его, там, в управлении железной дороги. Мы впервые, говорит, видим, что мясо не пенится и особый запах полей. Они благословенные скотинами. Никто не матерится. Так. Сейчас как-то приблизится ближе. И мы одновременно поприветствуем нашего дорогого Иеремия. Давайте. Доброе утро, Иеремия. Доброе утро. Вот так. Доброе утро, барашки. Посмотрите. Доброе утро. Будет больше людей, больше будет скотин. Вот честный труд. Дети приучаются с детства понимать. Земля кормят. Как говорил Петр Аркадьевич Столыпин, земля несет нравственное начало. Это помните это. А Лев Толстой говорит, если хочешь развратиться, поезжай в город. Больше ничего не надо. Татьяна. Когда здесь говорят, и выдержат собой. Друг другу уже не подходите сегодня. Если хочешь развратиться, не надо картинки что-то осмотреть. Поезжай в город. У тебя картинки, все остальное найдет. Тут дается поучение, сравнение. В это время столкнулись. Но нельзя это делать. Так, становимся на свое место. Пусть не следит вопрос. Если в церкви будете, чтобы были застегнуты до верхней пуговки. А здесь вы как хотите. Правило, а в общем, для всех, кто приезжает, чтобы были пояски надеты. И не было табачного. Все. Я же не могу сказать, будьте с бородой. Это его. Он приехал на один день. Человек не нашего круга, но дресс-код наш, кто входит сюда. Так. У всех, чтобы были платочки, кто за стол садится. Показать платочки. Два не надо. Один показать. Так, садимся за стол. Распределитель сделан мужчиной. Посмотрим, открывать ли дальше еще что-то. Так, Володя. Потом подойди. Это кто-то, как не знаю. Виктор Николаевич, а там гордите. Виктор Николаевич, позовите. Виктор Николаевич, позовите. Виктор Николаевич, молодец. Так, вас она. Это ты потом подойдешь. Виктор Николаевич, позовите быстро сюда. Так. Меня интересует, сколько они заплатили? Кто? Покажи, пожалуйста. Татьяна, где она? На кухню. Где она, Татьяна? Ну, там она. Пускай быстрее сюда. Татьяна Кузьминична. Я этого не касался вообще. Ну, давай, Татьяна, подойдите. Татьяна Кузьминична, подойдите сюда. Виктор, подойди. На раздачу. Татьяна Кузьминична, Игнатьич, просит вас. Замените это. Замените ее. Игнать, Игнатьич, подойдите. Садитесь, братья, садитесь. Ты поможешь? Я не знаю. Ее устала? Она должна такой рец сделать. Сидеть ее. Вот этот он большой оказался. Он очень большой. Сколько вас тут его терло? Кроем? Четыре. Нас Ваня большой помогал. Ваню нельзя. Только руки береги. Вообще-то маленький, я не знаю, можно ли вообще тереть. Ну, нам возвращали. Все, съешь его просто, да и все. Игнать, съешь этот кусочек и все, хватит. Сделайте так, чтобы здесь два места было фотокорреспондентом. Маленько, извинитесь, братья, еще. Так, ваше место здесь. Щеточки. Вот сюда, садитесь. А так сейчас садитесь, снимайте, что вам требуется. Сергей Павлович, как дорога? А, все, да? Слышите, не грязно. За столом она, где разговаривает, а поднимает палец. Первый, второй, третий. Мещашки должны быть до крошки выбраться. Так. Чтоб лишнего никого не было. Кухонное, распределите, чтобы садитесь. Можно объявить. Александр Иванович Михайлович, садитесь за стол. Я буду помогать. Вы сами смотрите. Так. Уже за стол полностью с локтями залез. Ваня, ты уже уезжаешь. Не надо. Убери руки совсем. Кистей. Дальше кисти нельзя. Кисть. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Так, дети все здесь или нет? Нет еще. Где стороны? Где сейчас тут стоят. Вот сидят девочки сидят. Вот туда, туда. А их подальше. Вот туда. Садитесь с детьми. Двигайтесь. Где есть? Сегодня нам на завтрак. Борщ с овощами. Борщ. Одним словом. Так, внимание. Наш лозунг к лагере. Внимание. Россия должна встать. Россия это мы. Вот вверху лозунг этот. Поскольку еще продолжается пост сегодня последний. Молодец. Так, который у меня на попечении, малыши, подходите. Дальше. Тефтели рыбные на гарнир. Так, Тараси, ложь ты давай быстрее. Вика, подходи. На подгарнировку капусточка тушеного. А где и на пол? Натрия, компот. Давай. И для желающих чай. Далее. Ну, там сладость. Есть салат. Кому если недостаточно будет вкусной капусты, есть свежий салат из свежих овощей. Ну и там пряник, печенье. Сухарей-то не будете сыпать? Как обычно делаете. Сразу будет сыпать. Мы сделали это неприлично. Мы ставим на стол, кому надо. Ложки, вот с шашки, вот того маленькие. Рассыпают под ноги. Виктор Николаевич, будет так, как уже мы приготовили. Не можно это мало? Так, разговоры. Что там разговорились? Сейчас выведу из-за стола. Так, Михаил Кармай, да? Так, мне нужно работать на интернете. Виктор Николаевич, подни ложки. Вот так. Вот так. 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 Степаненко ложку отберите у него. Пусть туда пошла. Ложку. Кого нет ложки? А Степаненко Максима ложку сюда попросите. Я не вижу. Передайте. Так, сухари вам. Он много работает в интернете, ему поддержка зрению. Передайте обратно. Максим Степаненко, Томская партия. Так, Александр, за вашу работу, за добродетель. Один раз. Над столом не склоняться. Сидеть прямо. Максим Степаненко, Томская партия. Максим Степаненко, Томская партия. Максим Степаненко, Томская партия. Максим Степаненко, Томская партия. Сейчас детям уже хорошо. Потом машины снимешь, попутно выйдешь, когда закончишь. Угу. Шарик. Шарик на шарик. 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 Через диабета тоже вам не одержится. Один в два часа.